Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная аспука. Вчера я обещала показать вам, как я копаю грядки своей чудо-лопатой, потому что весной у меня немного не получилось. Сейчас вам все покажу и расскажу. Сначала я покопаю, а потом подойду поближе и расскажу, чем она мне нравится. Потому что если я издалека буду кричать, рассказывать, вы ничего не поймете. Мне больше всего нравится, что когда копаешь вот такой лопатой, ты не напрягаешь спину. Сейчас, подождите, я простую принесу. В чем разница, покажу. Раньше, когда я копала простой лопатой, мы так же втыкаем, но потом, когда поднимаешь, вот все усилия у нас в нашей спине. Я этой лопатой вообще не могла копать, я задыхалась. А здесь из-за того, что вот этот вот рычаг, мы втыкаем так же ногой, а потом просто вот этой ручкой раз и все. И вы обратили внимание, что когда копаешь, спина даже не вот так вот не делаешь. Я стою вот так раз, раз. Человек не сгибается. Это очень удобно для людей пожилого возраста. Вот и пошла. Ну, копаю я ее на два раза. Потому что первый раз я когда вскопаю, тут, конечно, и комки, и корни, я все выбираю. Но я далеко не буду уходить. Ясно, что воткнули, подняли. Воткнули, подняли. Не портится осанка, во-первых. Это очень важно для женщин. Не напрягаются мышцы спины. Раз, рычаг, все руками. Раз, рычаг. Глубина тоже очень хорошая. Вот. Но я не буду всю технологию в скобке. Один раз скопала я, я все корни все выдергаю. Если комки, то я еще пройдусь вот так вот. А потом уже еще так легкое такое враспушение делают. Работа продвигается очень быстро, потому что это не этой лопатой. Ширина. Вот два прохода грядка. Когда муж мне ее купил, чтобы я от него отстала, чтобы не звала в огород, я сначала вообще не могла понять, как я ее буду копать. Потом мы так с ней срослись, что вот сейчас осенью это вообще прелесть. Я наслаждаюсь последними солнечными деньками, тепло. Никогда в жизни не думала, что буду садить лук при температуре 23-25 градусов. Но Бог услышал наши молитвы сибиряков. Нынче дал нам теплую осень. Можно все посадить вот в таком виде, в раздетом. Спокойно вскопать, спокойно выбрать все корешки. Вот, показала эту лопату. Не подумайте, что это реклама. Я даже не знаю, как она называется. Когда-то муж покупал ее в магазине в Садовом много-много лет назад. Но копая такой лопатой, я вот в моем возрасте и со всеми болельщиками я даже не устаю. Я иногда, когда надо быстро что-то вскопать, прошу мужа или сына. А вообще можно обойтись и без них, имея вот такую лопату. Все. До свидания. Я вам продемонстрировала чудо-лопату. Надеюсь, в этот раз попало в кадр. Все. И низ, и вверх.